Убери его! Что ты делаешь? Женщина, он задержан! Силок задержан, да, давай задерживай! Чего сюда приехал? В какой стране разживем, а? Сергей Иванов, назовем его так, мужчина из Верхней Пышмы почти два года обивает пороги разных инстанций, чтобы наказать судебных приставов, которые грубо с ним обошлись в ходе принудительного изъятия и передачи матери по судному решению их шестимесячного сынишки. По словам Сергея, он телесно пострадал от рук судебных исполнителей, а ребенок, на глазах которого все и произошло, получил тяжелую душевную травму. Впрочем, мужчина и сам уже ходит под уголовкой за применение насилия в отношении представителя власти. Но обо всем по порядку. Как уточнил в интервью порталу 66.ru адвокат Сергей Дмитрий Можейко, его доверитель в 2017-м развелся с супругой Евгенией, которая, по словам юриста, оставила сына отцу, а сама куда-то исчезла на два года. В 2019-м женщина вернулась и якобы, так утверждает адвокат, стала присылать экс-супругу смски, то ли с просьбой, то ли с требованием погасить все ее долги. И тогда все проблемы разрешатся. Насколько большими были эти самые долги, господин Можейко не уточнил, но сообщил о том, что Сергей предложение бывшей супруги отклонил. И женщина пошла в суд, который обязал ответчика вернуть сына матери, аргументируя это тем, что ребенок в силу своего малого возраста больше привязан к матери, чем к отцу. Сергей сына добровольно не вернул, и в июле 2020-го произошла принудительная передача мальчика матери. В тот момент Сергей гостил у своей матушки, Ольги Владимировны, которая отдавать внука бывшей невесте наотрез отказалась. На глазах судебных приставов произошла нехорошая, запоздалая перепалка двух женщин, одна из которых бывшая невестка Евгения. Судя по видеозаписи, даже вцепилась в волосы экс-свекрови. Походите вы. Вы что делаете-то, а? Походите вы. Это она делает сама. Нет, она сейчас нападает на маму этого человека. Это как так получается? А ребенок-то почему бежит от мамы? Эти твари украли у меня ребенка. Давайте без... 2 года где-то лазила, лазила. Не оскорбляй меня. Не оскорбляй меня. Сейчас при полиции разберемся с того, что желаете. Конечно, так мы сами ходим с электрошокера. Здесь все не ходим. В результате запоздалых семейных разборок из-за ребенка судебные приставы. Сами оказались в эпицентре громкого скандала с рукоприкладством. Ольга Владимировна закрыла внука в автомобиле и выпускать отказалась. А Евгения, вырвавшись из рук судебного пристава, чем-то тяжелым пыталась разбить стекло. Не трогайте ее! Не трогайте ее! Не трогайте! Смотри, что это дело! Обещу власти или не власти, а? Надо ломать! Вы что сейчас ребенка с стеклом? Так вы ее освободите от машины! Иди сюда! А можно иди себя совершать! Она не имеет право совершать эти действия, а, девушка? Да, подожди, есть видео, связь, да, и все, мы наносим. О, грешно, да, что творится? Как вы это все делаете? А? 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 Списывая это, в акцию совершили. А ученики, я не могу сделать вторую помощь. Пусти! Пусти! А что тут уже творится? Пусти! Кто-нибудь скажет? Пусти! Он включил электросроки! Серега, не подходи! Отведи Серегу! Пусти! 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 Осталось и соседке Ольги Владимировны, которая пыталась ее защищать. Вскоре подъехал Сергей и так повздорил с судебными приставами, что тем пришлось его жестко задерживать с удушающим захватом и заковать в наручники. Мать защищала сына, как могла, и умоляла женщину судебного пристава не отдавать внука непутевой, как она выразилась матери. Нет, в случае, девочка великая, меня поставят везде по всяким этим, он не сможет с ней. Вы будете препятствовать в отношении вашего. Мужчину силой усадили в служебный автомобиль и доставили в участок. Судебные медики на его теле обнаружили ушибы. Но вскоре следственный отдел СКР возбудил уголовное дело против должника, не исполнившего судное решение, якобы напавшего на судебного пристава при исполнении. Адвокат пока еще подсудимого Сергея утверждает, что с момента передачи ребенка матери отцу с сыном не дают встречаться, якобы к моменту назначенной встречи у матери вдруг появляется неожиданный больничный листок. Но это уже детали. Адвокат говорит о том, что правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело в отношении судебных приставов о злоупотреблении теми должностными полномочиями, хотя лично он отправил в прокуратуру уже 12 жалоб. По словам господина Можейко, руководитель регионального управления СКР, изучил их дело и взял под свой контроль. В комментариях порталу 66.ru пресс-служба регионального управления службы судебных приставов сообщила о том, что отец ребенка в момент передачи его матери по судебному решению вел себя агрессивно и, далее цитата, нанес удар в область головы судебному приставу и потому в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по 318 статье. Субтитры создавал DimaTorzok